Программа губернатора «Комплексное благоустройство» успешно реализуется в области. Сегодня Подмосковье лидер в вопросе благоустройства дворов среди всех субъектов Российской Федерации. Более 1800 дворовых территорий уже облагорожено. На сегодняшний момент работы полностью завершены в 54 муниципальных образованиях региона. Такая масштабная работа по благоустройству дворов проводится впервые в точках Московской области. Даже не впервые за многие годы, я бы сказала, а впервые в точках. Поэтому, безусловно, мы видим какие-то, не какие-то, а сильные успехи. Мы при этом видим и провалы в каких-то местах. Но всегда, когда начинаешь какое-то такое серьезное масштабное дело, без ошибок не обойтись. Выделяется шесть обязательных элементов благоустройства дворовых территорий. Это детские площадки, парковочные места, освещение, озеленение и пешеходные дорожки, информационные стенды, площадки для сбора мусора. За восемь месяцев года было проверено порядка 25 тысяч объектов. На 13 тысячах были выявлены нарушения. Наложено штрафных санкций на сумму порядка 70 миллионов рублей. Татьяна Витушева рассказала подробно об итогах проверок во всех районах. Не обошла вниманием и Ленинский. С начала года инспекторы назначили 201 административное наказание за недлежащее содержание дворов в районе на сумму общую 600 тысяч рублей. Бич района не сильно отличается от других. Это сбой графика вывоза, мусора и подготовка наказания. Запланировано в благоустройстве в Ленинском районе эти четыре двора. Работы выполнены лишь на 7 минут. 22 еще ведутся, а на 5, к сожалению, вообще не начали. Тоже не очень хороший показатель, но есть, правда, в Ленинском районе очень хорошие примеры устроенных дворов, например, посудки и разведки. Особый контроль за детскими площадками. Всего с начала 2015 года инспекторы уже проверили почти 6 тысяч детских площадок в регионе. В заключении Витушева подчеркнула, что губернатор Московской области требует уделять повышенное внимание всему, что связано с безопасностью детей. Поэтому данный вопрос Госадмотехнадзор всегда держит на особым контроле.